Российские военные специалисты завершили мероприятие по борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Об этом в пятницу президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу. В Армении миссия наших военных по борьбе с вирусом еще не закончена. О тех, кто уже вернулся на родину, встретил Александр Христенко. Ил-76 российских ВКС возвращается из Италии на подмосковный аэродром Чкаловский. 13-й завершающий рейс. На борту военные вирусологи и спецтехника, сложная, сопряженная с риском, миссия по борьбе с коронавирусом за рубежом успешно завершена. Первым выходит экипаж. Прямо у самолета полная санобработка. Ведь это рейс из некогда самого опасного очага заражения в Европе. Такую же процедуру проходят все прилетевшие. В Италии наши специалисты ежедневно проверялись на коронавирус. Никто не заболел. Однако на летном поле в Чкаловском машины скорой каждый еще раз сдает тест на COVID-19 для дополнительной гарантии. А вот за воинским приветствием руководителя сводного отряда следует вот такой жест, ставший нормой в Италии. Место рукопожатия. Вынужденная мера. Мы работали непосредственно, можно сказать, в очаге. Приехали в провинцию Бергамо в самый разгар эпидемии коронавируса. Практически в пустой город. Наши врачи там трудились со своим оборудованием, привезенным из Российской Федерации в отделение интенсивной терапии. 76 тяжелых больных наши врачебные бригады подняли практически на ноги. Были выписаны тяжелые, повторяю, обращаю ваше внимание, тяжелые больные. 76 человек. Можно сказать, спасли им жизни. Помощь из России пришла в самый острый, кризисный для Италии момент. Один телефонный разговор Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте. И через сутки сводный атлет Минобороны был уже на авиабазе под Римом. Приказываю совершить марш по маршруту Рим, Парма, Лоренция. Машина! Машина! Никаких трудностей перевода и в госпитале, где наши военные врачи с итальянскими в конечном итоге работали как одна команда. Спасение. Спасибо, спасибо, спасибо. В России за наших переживали. Родные регулярно общались с Италией по видеосвязи. Привет! О, Лизик, привет! Как дела у вас? Мы ждем. Мы готовим тебе спагетти, если ты не наелся. Нет, спасибо. Можем пиццу выбирать. Нет, давай макароны по-флотски. Макароны по-флотски. Миссия российских военных в Италии продолжалась 55 дней. Сильно скучаю. Самое главное, работу выполнили, помогли людям. Вторая значительная часть работы – дезинфекция. Ее провели в более чем 100 населенных пунктах, пансионатах и домах престарелых. Там складывалась особо тяжелая ситуация, которую надо было срочно выправлять. И методы наших военных дали эффект. Немножко разные подходы у нас с вооруженными силами Итальянской республики к вопросам дезинфекции. Это натовские подходы, они отличаются от наших. А в чем отличие этих подходов? Не проводят такую масштабную дезинфекцию ни помещений, ни дорог с твердым покрытием, ни пролегающих территорий. Мы настояли на этом, что обеззараживание должно быть одновременным и полномасштабным. Но в процессе работы наши итальянские коллеги убедились в эффективности наших способов, приемов и методов дезинфекционных мероприятий. Ну и в открытую, можно сказать, нам об этом говорили, стали смотреть на многие вопросы другими глазами. Спасибо, любите мне! Участники сводного отряда признаются, так интенсивно их спецтехника еще не работала. И прошла проверку на прочность. Военные врачи, медсестры и вирусологи получили большой опыт в реальных условиях, в очагах эпидемии. И в целом российская и итальянская стороны отработали координацию действий на случай подобных ЧАЭС. Коронавирус показал, насколько масштабными могут быть общие угрозы. Вернувшиеся домой военные вскоре отправятся в свои части, при этом будут находиться в составе мобильного резерва в полной готовности. Александр Христенко, Константин Морозов и Владимир Кальский. Вести неделя.